Всем привет, с вами Брэдлов и сообщество клана Фрагун. Перед нами Рюйнберг, не в огне, клан ПЗЕ, клан Авиза, правда команда почему-то называется Авиза-С. В одной команде я вижу Юрца, в другой команде я вижу Ветерана, уже это обещает, что бой будет интересный и напряженный. С этапа команд ПЗЕ 5 соток, соответственно Авиза 4, ПЗЕ 3 тяжика, Авиза 5, 1 СТ-шка ПЗЕ против 2 СТ-шек Авиза, артиллерию ПЗЕ не брали, у Авиза это конкурер, и 5 ПТ-шек против 2 в пользу ПЗЕ. Для начала носительный стандарт, Батчат медленно едет по центру, дает подсвет пара по МКАДу на центр, туда идут ПВшки, сотки прикрывают издалека, весьма неудачно ловит Брауни по БК. Сотки ПЗЕ встречаются с сотками Авиза, небольшие взаимные стрелы, и сотки одни заползают в город, другие оттягиваются назад. А тем временем, просчитав количество машин Авиза, которые ушли в город, сотки ПЗЕ начинают занимать укромные места, так чтобы когда вперед, если пойдут Авиза, они встретили лишь высунутые обратные ромбы и кучу дамага. Авиза ждет, ничего не делает, а ПЗЕ тем временем в количестве уже 4, 6, 8, 9, 9 машин в малом городе. Мы видим Авиза, сделали стеночку и просто ждут, что ПЗЕ поедут вперед. Одна из соток отъехала назад, мало ли будет какой-то захват базы, 4 готовы встречать. ПЗЕ, не засветившись, почти заняли малый город, и сейчас очень оперативно будут в него заходить, чуть ли не разбирать центр. Сейчас это будет гораздо виднее. ПЗЕ зашли, причем заходят по дальнему кругу, где, если видно что-то у семерки, то это башня, в башню ее соткам явно не пробить, и они плавненько выжимают отсюда батчата Деса. Не светились ПТшки, они скорее всего на А7, возможно, конечно, и на А0. А минимум ловит прямое, и вот, огромная ошибка Авиза. Авиза, зачем идти вперед, когда вы проиграли малый город? Авиза упираются лоб в лоб сотками. Быстро соток не разобрать, каким бы скиллом не обладала одна команда, какими бы слабыми противниками были другие. Разумеется, это не про ПЗЕ. Но вбок-то они получают, причем получают очень много, а пробить сотку вбок весьма легкое задание. Три машины шотные, остается две. Счет 2-1. И только теперь пара тяжиков Авиза решают подтянуться с Алинией. Зачем давить вперед центром, оставляя сзади такую кучу машин. Счет 3-2. Юрец обошел сзади, получил плюх, ушел назад. Начинается захват. То есть это полное дробление сил в исполнении Авиза. В малом городе сейчас 5 машин ПЗЕ. На них идут 4. Сейчас здесь доберут таки сотку. Счет 5-3. И будут разбираться или с шотным Юрцом и СТшкой, или придут и помогут на центре. Посмотрим, на кого нам все-таки переключит оператор. Отлично, большое ему спасибо. Это сотка. Сотка идет на центр. Помогать. Три машины. И пару ПТшек оттягиваются назад. Счет 6-3. И сейчас происходит то, что всегда меня удивляет. Как сотки пробивают так легко с вертухан. Но нет, первое выстрел, к счастью, не пробитие. А то бы я очень сильно удивился. Счет 6-4. 6-5. Последняя попытка Авиза хоть как-то сравнять счет. Но счет быстренько становится уже 8-5. Напомню, здесь 3-4 машины против одной. Здесь примерное равенство. Заберут его, вычеркивая рту, и остается 4 машины против целой кучи ПЗЕшников. И есть пробитие. Есть 9-5, 10-5. Батчата сейчас заберут. Конкурт дает прямое на 250. И это уже фактически победа. Вряд ли что-либо сейчас сможет Авиза показать. Да, какое-то количество, возможно, машины заберет. Но такое количество ХП, которое есть сейчас у ПЗЕ, Батчат с барабана не заберет. Это явно. 11-6. Последняя машина ПЗЕ стягивается, чтобы добивать Авиза. Добить оставшиеся 3 машины будет весьма-весьма несложно. Бой очень интересный в исполнении ПЗЕ. И его таким интересным сделала не только тактика, но и колоссальная ошибка противника. Зачем, зная, что проигран малый город, что там огромное количество сил посылать вперед медлительных тяжиков, которые уперлись в соток и умерли. Это, к сожалению, я понять не в состоянии. И 14-7. Победа ПЗЕ. Редактор субтитров А.Семкин